Шалом! Вы смотрите новости на Первом Еврейском. Главное за 7 минут в студии Анастасия Воронина. Сегодня выпуски. Как в Швеции не получается. Санкт-Петербург может стать первым, где введут жесткие карантинные ограничения. Человек, который хотел мира, 25 лет назад был убит премьер Израиля Ицхак Рабин. Виртуальная культура объединяет. В России прошла ежегодная акция «Ночь искусств». В 85 регионах России впервые выявили 19 768 новых случаев коронавируса. 389 человек умерли. Это рекордные показатели с начала пандемии. Больше всего зараженных в Москве – 5826. Сегодня в столице госпитализировали 1453 заболевших. На ИВЛ находится 367 пациентов. За минувшие сутки в Санкт-Петербурге протестировали более 36 тысяч граждан на COVID-19. В 1031 анализ показал положительный результат. Губернатор Александр Беглов отметил, что в городе уже пройдена критическая отметка в 900 заразившихся за сутки. И заявил о возможности введения жестких ограничений. В Израиле число зараженных коронавирусом продолжает расти. За минувшие сутки в стране провели 40 832 анализа. Из них 831 оказался положительным, в то время как днем ранее было 774. Согласно плану выхода из карантина, 8 ноября должна начаться реализация третьего этапа послабления ограничительных мер, включающие открытие уличных магазинов. Однако в Минздраве выступают против этого из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Накануне, невзирая на запрет и не дожидаясь новых решений правительства, открылись десятки торговых точек. Из-за угрозы разорения их владельцы не боятся штрафов, которые кабинет коронавируса постановил увеличить вдвое – с 5 до 10 тысяч шекелей. В Америке продолжается подсчет результатов голосования на выборах президента. Как и 4 года назад, у Дональда Трампа нет значительного преимущества. Как минимум, один штат, в котором действующий президент собирался уверенно выиграть, проголосовал за Джо Байдена. Кандидат от Демократической партии после подсчета трех четвертей бюллетеней лидирует в Аризоне. Так называемые колеблющиеся штаты, от которых сейчас зависит исход выборов, пока отдают предпочтение Трампу. Его победу уже зафиксировали во Флориде и Северной Каролине. Подведение итогов может затянуться. В Мичигане и Пенсильвании попросили как минимум сутки для подсчета всех голосов. Сегодня в России отмечают День народного единства. Праздник был учрежден в 2004 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В честь этой даты в Санкт-Петербурге открылся второй международный фестиваль искусств «Браво» – благотворительная общественная организация «Академия странствий» подготовила экскурсии и концерты в петербургских храмах. Программу фестиваля открыл моноспектакль «Авнера Вериуса» – «Божественная скрипка», который состоялся в стенах Большой хоральной синагоги. Мероприятие прошло с ограниченным количеством зрителей и соблюдением мер безопасности. Лидеры еврейского сообщества в Австрии приняли решение закрыть по всей стране синагоги, кошерные рестораны, школы и магазины, а также рекомендовали евреям не покидать свои дома. Однако на сегодняшний день нет подтверждения тому, что стрельба около религиозного иудейского здания имела антисемитский характер. Еврейская русскоязычная община Вены во главе с раввином Мойшей Коломойцевым пообещала поддержать всех пострадавших, нуждающихся в помощи. Напомню, что 2 ноября 20-летний террорист стрелял по прохожим в шести точках центра Вены, в том числе возле синагоги на Зайтенштеттенгассе. В результате теракта погибли 4 человека, 22 получили ранения. Нападавший был застрелен. 25 лет назад был убит премьер-министр Израиля, лауреат Нобелевской премии мира Ицхак Рабин. Причиной убийства стало подписание главой правительства соглашений об урегулировании израильско-палестинского конфликта с Ясером Арафатом. Преступник был осужден на пожизненный срок и до сих пор не раскаялся в содеянном. В память о Рабине сотни посланников Сахнута вместе с местными еврейскими организациями провели мемориальные мероприятия. В молодежных движениях, школах, университетах и ульпанах иврита прошли специальные уроки, а в общинах – церемонии поминовения. Президент Израиля Ревен Ривлен возложил венок на горе Герцля в Иерусалиме. Из-за пандемии большинство мероприятий прошли в онлайн-режиме. Искусство объединяет. Под таким девизом в 2020 году прошла акция «Ночь искусств». Чтобы попасть в любой музей в самом удаленном уголке страны, достаточно было кликнуть компьютерной мышкой. Все лекции, экскурсии по картинным галереям и библиотекам впервые прошли в онлайн-формате. Московский еврейский театр «Шалом» присоединился к празднику искусства. Какую программу артисты подготовили для зрителей, расскажет Наталья Кравченко. Театр «Шалом» предложил зрителям свое самое вкусное блюдо – фаршированную рыбу с гарниром. Одноименный спектакль – визитная карточка труппы. С ним актеры гастролировали в Америке, Новой Зеландии, Австралии, Чехии и Румынии, Израиле и во всех бывших республиках Советского Союза. Все города одинаково интересны, и нам интересно выступать, потому что у нас интернациональный театр с еврейским акцентом. В ночь искусств актеры не выходили на сцену. На ютуб-канале театра транслировали запись спектакля. «Фаршированная рыба с гарниром» – это концерт, в котором танец меняет песню, а за ним идет анекдот, уступающий место миниатюре. Летом и зимой, задний ветер над землей, На который нет местечка, на который нет местечка, Где вы жали нас с собой. Светлый шалом передает вам горячий привет. Мы очень сильно соскучились по живому общению с вами. Также мы хотим сказать, что в видеозаписи, которые выложены для ночи искусств, использованы наши номера, с которыми мы ездили в город Бухарест на гастроли. Большое вам спасибо, что поддерживаете нас в соцсетях в это непростое время. До скорой встречи! Ваш театр Шалом! Со временем накопилось так много номеров, что они уже не влезали в концертную программу. Пришлось ставить новый спектакль – «Фаршированная рыба с другим гарниром». Здесь другие миниатюры, песни, танцы, солисты и другой ведущий – народный артист Российской Федерации Левон Аганезов. Посмотреть живьем постановку станет возможно, когда улучшится эпидемиологическая ситуация. А показы игрой актеров можно наблюдать на YouTube-канале театра. Каждую пятницу здесь транслируются выступления труппы. И последнее. 15 ноября Международный благотворительный фонд СТМЕГИ проведет пятую церемонию вручения ежегодной премии имени Сергея Вайнштейна за выдающиеся заслуги в развитии горско-еврейской культуры и искусства. Это все новости еврейской жизни на сегодня. Все больше русскоязычных зрителей из разных уголков мира выбирают первоеврейские. Если вам тоже нравится наше видео, присоединяйтесь, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А чтобы не пропустить новые выпуски, жмите на колокольчик. И оставляйте комментарии под видео. Нам важно ваше мнение. Всего доброго и до встречи.